Творческий коллектив Ухтинского дворца культуры готовит уникальный документальный фильм о талантливых детях и подростках города. Получасовой ролик должен стать нескучным мотиватором для молодежи, уверен автор идей Константин Фрейман. Серия неформальных интервью может повлиять на тех, кто еще не нашел себя в жизни. О первых героях проекта узнала Виктория Науменко. Прибежать из школы, перевести дух, быстро собраться на тренировку и также пулей туда оттачивать движение и выкладываться по полной на паркете, а после за уроки. Мнения психологов о таких нагрузках расходятся, но большинство отмечают, что такой ритм – отличная школа жизни для любого подростка. Увлеченные дети учатся концентрироваться, переключать внимание, обслуживать себя в быту, взаимодействовать с людьми разного пола и возраста. Татьяна Березкина преподает танцы 19 лет и с уверенностью говорит, что такие ребята вырастают приспособленными к жизни. Татьяна считает, что увлекать ребенка нужно с детства, предлагая разные направления, мягко, но настойчиво поощряясь за достижения. В детстве надо даже заставлять. Вот у меня, например, сын в каждом занятии ходит за киндер-сюрприз, ну 4 года. Мы-то на полном серьезе. Я спрашиваю педагога, как он занимался, что он не у меня еще занимается. Если хорошо, то мы покупаем киндер-лицо, если плохо, то нет. Обязательно, особенно мальчишек, надо заставлять. Главное, чтобы подросток понимал, зачем ему это нужно, а не выполнял приказы взрослых. Варвара Пушкарева признается, насыщенный ритм жизни совершенно не смущает. И заставлять ломать себя ей не приходится. Увлечение, которому она посвятила себя с 4 лет, стоит того. Девушка занимается танцами 12 лет. Из них 7 – бальными. В свои 15 имеет копилки множество наград на престижных танцевальных конкурсах республики, северо-запада и страны. Мечтает стать хореографом. Утром в школе учишься, потом приходишь сразу на тренировку и делаешь уроки потом до часа, до ночи, до двух. Все сложности давали какой-то стимул. Играция дальше работает над собой. Именно таких ребят Константин Фрейман планирует сделать героем своего фильма. А точнее серии интервью. Важно показать молодежи, как здорово найти свое увлечение и загореться так, чтобы любые сложности только закаляли и мотивировали. Мой оператор, как-то мы с ним беседовали, он мне поделился такой историей, говорит, вот у меня знакомая, она сейчас жалуется, что дочь выросла, и она вот потерянная, она не знает, чем заниматься, у нее нет никакого интереса. И как-то пришла идея, я говорю, Игорь, а мы же с тобой столько видим этих детей, которые растут, и которые они действительно поколение счастливых. Вот рабочее название поколения счастливых, потому что я вижу, как они работают. Они даже когда уставшие, у них настолько горят глаза, потому что когда вот этого ребенка снимаешь, разговариваешь, сам эту энергетику чувствуешь, сам заряжаешься. Всего участников 10. С несколькими ребятами и их родителями Константин уже договорился о съемках. Участником проекта могут стать не только юные танцоры, музыканты и другие творческие личности, но и ребята, увлеченные наукой, рукоделием. Главный критерий отбора – искренний огонек в глазах ребенка. Виктория Наоменко, Павел Логутин, телеканал Юрдан, Охта.